Зачем Путину так рисковать за два года до выборов? Ведь все может пойти по пиздец. Если не третья мировая, то анальные санкции точно попустят экономику куда-нибудь лет на 20 назад. Может, я слепой, но откровенной хуйни со стороны Путина не видел. Крым все проглотили, все остальное все 20 лет уже терпят, особо не бухтят. Ну, смотри, опять-таки, по идее Путину незачем этого делать. Ты опять-таки упускаешь, что, ну, типа, того, как бы, он может просто сделать хую просто потому что. Ты, вот, вы пускаете из виду этот момент, что когда власть в руках одного человека, ему достаточно просто какой-то спонтанной припизди. Понимаете? Вот. Толя, твое понимание реалии РФ устарело. Условный Путин скорее кукла-андроид. Заправляют всем старые европейские дома, которым принадлежат через офшоры все холдинги и индустрии, а также этнические мафии. Татары держат строительство в Москве, азероторговлю, армяне на ТВ, в Миде, Днепропетровские и Донецкие кланы. Особняком стоят Чечня и Якутия. Окей. Спасибо за 100 рублей. Марго, я не перестаю удивляться твоим зрителям. Уже несколько человек в своей охуительной аналитике беспокоятся, что из-за войны введут страшные санкции. А то, что вас призовут в армейку, и вы потом украсите украинские яблони и прочие деревья своими кишками, это вас не пугает? Нет. Я не иронично думаю, что среди этнических русских, украинцев и белорусов особо велик процент людей, которых это не пугает. Нихуя. Серьезно. Которых пугает больше, что килограмм мяса дороже стоит в магазине. Серьезно. Да похуй. Зато в России автаркию построим, как в Иране, которые тоже санкциями обложили. Третий путь. Хули. Ладно, ладно. Я тоже против войны с Украиной. Просто из-за вашего национального украинского самосознания признать себя частью общерусской идентичности будет проблематично. Ну да. А зачем признавать-то? Зрительство. То есть вот нахуя? Нахуя украинцам признавать себя частью общерусской идентичности, если в рамках России, Российской Федерации, полно автономных нахуй республик со своими тренажами? Конституциями. Вот что это за шиза? То есть Россия сама как лоскутное одеяло из вот предельно нахуй автономной какой-то хуеты, блядь. Которая иногда нахуй федеральную власть посылает, просто говорит, иди нахуй, отдай деньги и иди нахуй после этого. То есть, ну, до автономных. Ну да, автономных. Ну, Чечня, она не просто автономная, она как бы выше федеральной власти. Ну да, не будем об этом. Да, принципиально важно, чтобы вот жители в как бы типа другой стране признавали себя тоже русскими. Типа, мы разновидность русских. Да, охуенно. Скибануться можно просто. Чечня не все республики. Так и Якутия тоже хуй вытирает. А Путина и обо всем на свете. Посмотри, по размерам она какая. То есть, ну, как бы какой-то железной руки над локальными этими властями, в общем-то, особо нет. Это еще что? Еще грядет великий Итиль Урал. Со столицей в Казани. Вы еще хуеете, блядь. Ты сам говорил, что надо больше автономии. Ну да. Ну ты, по-моему, потерял сейчас нить обсуждения, да? Перемотай. Расскажите идиоту, что призыв возможен только во время оборонительной войны, в которой есть неиллюзорный риск потерять свои территории. Чувак, в России чего угодно, возможно, когда угодно. Путин просто скажет, нахуй Конституцию, делаем, как я сказал. И вы будете все делать, как он скажет. И все, иначе вас нахуй убьют силовики. Вот так и будет.